Добрый день! Сегодня снова с вами я, Татьяна Чекалова. Я долго не записывала видео по восстановлению лица, потому что, честно говоря, немножечко попала в затруднительную ситуацию. Дело в том, что я записывала ролики и надеялась, что заниматься будут люди, которые пережили примерно то же, что и я, то есть те, кто находится на стадии восстановления. Но, как оказалось, судя по письмам, которые мне идут, ролики смотрят и занимаются по ним, в том числе люди, у которых давным-давно уже случилась травма, давным-давно произошла болезнь, и лицо, ну, скажем так, немножечко привыкло к тому положению мышц, которое имеет. Я хочу с вами сейчас поговорить вот о чем. Дело в том, что когда мы действительно только восстанавливаемся, только восстанавливаемся после болезни, нам важно тренировать ту сторону, которая вышла из-под контроля. То есть ту сторону, которая заболела. Но если речь идёт о годе, двух годах, четырёх, пяти годах после травмы, здесь уже тренироваться нужно по-другому. Тренироваться нужно симметрично. Особенно это касается тех, кто прибегал к таким методам, например, которые предлагают врачи, как ботокс. Когда в здоровую сторону втакали ботулиновый яд в надежде, что лицо станет нормальным. Пожалуйста, если вы смотрите это видео, не делайте, пожалуйста, больше такого никогда. Смотрите, у вас одна сторона пострадала. Пострадал лицевой нерв. Лицевой нерв, так или иначе, это черепно-мозговой нерв. Даже если у вас не было никакой травмы, а у большинства людей были либо травмы, либо пострадал нерв после операции, либо после непосредственно каких-то нарушений мозговых изначально. Так вот, если пострадал нерв лицевой, то лицевой нерв – это черепно-мозговой нерв. И когда втыкают ботокс в здоровую сторону, лицевой нерв в здоровую сторону точно так же входит в череп. Точно так же это черепно-мозговой нерв. По сути говоря, для того, чтобы вылечить лицо, втыкают яд. Ну, представьте себе, у вас болит нога, и для того, чтобы вам вылечить эту ногу, вам, не знаю, отрезают вторую ногу. То есть, на самом деле, способ, на мой взгляд, просто, ну, не буду я его комментировать. Так вот, что хочу предложить вам я? Причем предложить хочу, я говорила о том, что будет упражнение на щеки. Будет упражнение действительно на щеки, и, собственно говоря, на все вместе взятое. Сейчас я вам покажу один тренажер, который называется Патакара. Патакара – это тренажер, который изготовлен, создан японским стоматологом, создан для восстановления артикуляционного аппарата. Собственно говоря, это то, с чем сталкиваются многие после травм. Когда артикуляционный аппарат работает не очень хорошо. Артикуляционный аппарат – это, по сути говоря, аппарат человека. Животное говорить не умеет, человек умеет. И когда мы говорим, работают у нас не только губы, работают практически все части лица. Для того, чтобы сказать хотя бы одно слово, кроме там междометий, нам нужно использовать все наше лицо. Если вы говорите, прислушайтесь просто к вискам, прислушайтесь к затылку, прислушайтесь к шее, вы обнаружите, что очень много мышц участвует в речи. Так вот, Патакара, которая изначально была создана для улучшения артикуляционного аппарата. В дальнейшем оказалось, у нее очень много других дополнительных бонусов. Ссылка на статью про Патакару сразу же под этим видео находится. Вы можете посмотреть и узнать. Сейчас я вам покажу сначала занятия с Патакарой. Понятно, Патакара есть далеко не у всех у вас. И возможно, что далеко не у всех она появится. В принципе, эта вещь не очень дешевая. Стоит она примерно, стоила полгода назад примерно тысячи четыре вместе с доставкой, в переводе на наши деньги иногда чуть больше. Сейчас в связи с ростом доллара, наверное, она стоит еще дороже. Но заменить Патакару можно другими приспособлениями, другими гаджетами. Например, соска, детская соска, либо плоская пробка для закрывания отверстия ванной. Конечно, это не Патакару, но это лучше, чем ничего. В чем особенность вот этого гаджета? В чем фокус? Дело в том, что Патакару растягивает мышцы лица, растягивает их полностью. Наше лицо, а тем более лицо человека, который не совсем здоров, оно, как правило, с возрастом, с какими-то событиями начинает видоизменяться. То есть часть мышц становится, наоборот, в гипертонусе, укорачивается, другая часть мышц, наоборот, растягивается. Причем даже это и касается не мышц, а отдельно взятых волокон. В одной и той же мышце одно волокно может быть собрано, в другой, наоборот, растянуто. Когда полностью растягивается мышца, после этого она полностью схлопывается. И, по сути говоря, она становится оптимальной. То есть длина волокон становится оптимальной. Именно в этом успех Патакары. Успех и для восстановления, собственно говоря, для косметического эффекта тоже. Давайте я все-таки сначала покажу с Патакарой, а потом покажу с Соской. К Патакаре в комплекте прилагается вот такая лента, которая помогает удерживать мышцы. Но, в принципе, заниматься можно и без ленты. Итак, Патакар вставляется в рот. Когда мы работаем с верхней частью мышц, мы закрываем глаза. Можно закрывать один глаз, когда мы работаем по диагонали. В общем-то, упражнения все простые. Сначала мы растягиваем мышцы вот так. Патакара во рту тянем вниз. Потом растягиваем мышцы по диагонали. И потом растягиваем мышцы по диагонали вверх. То есть рукой удерживаем мышцу, а Патакара тянется вверх. И, наконец, растягиваем вверх. Вот всего шесть упражнений. Занятие один сеанс с Патакарой длится примерно 3 минуты. Это может быть 2 минуты 50 секунд, может быть 3 минуты 20 секунд. То есть, в принципе, времени занимает вообще минимум. То же самое будет с соской. А эффект просто сильнейший. Реально просто сильнейший эффект. И вообще тренировать анфас надо обязательно симметрично. Я говорю не о тех случаях, когда только-только произошла с вами травма. А когда у вас уже лицо устоялось. То есть, мышцы уже привыкли к такому местоположению, которое оно у вас есть. Итак, Патакара. Замолкаю. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...